Возникает вопрос, да? Почему так много языков программирования, да? Зачем их так много надо? Если... Ну, зачем их так много надо, да? Как вы думаете? С личными языками, как, типа, не специально для обороны это язык? По специализации, да, это одно из направлений, да? Ну, в рамках одной и той же специализации тоже много вариантов. В чем причина? В Индии сами придумываются, которые являются более удобными, более... Повышение удобства, да? Еще один. Более функциональный. Ну, вот есть языки примерно одинакового функционала, ну, может быть, немножко в разных сферах. Си шарп и джава, да, очень похожи, да? Зачем их тогда придумали по отдельности? Или, допустим... Исторически, да? Исторически, да? Что разные языки, это тоже вариант. Ну, а почему вот именно в программировании так много языков, вот, допустим, чем в остальных видах человеческой деятельности? Допустим, почему в математике везде икс, да? Игрик плюс. Ну, в последние годы математика тоже очень быстро развивается, там появляются такие вопросы. Вы слышали про ant optimization, муравьинная оптимизация? Берут из природы алгоритмы и через них оптимизация. Вот, муравей, он обладает способностью за минимальное количество шагов сканировать территорию и находить там пищу. Каким образом? Выходя на дорогу, вот, у муравья есть много азимутов, да, которые он может проездить. Знаете, что такое азимут? Ну, вот, в американских фильмах про войну, там, противник на трех часах. Вы представили, что такое на трех часах? Часовая стрелка, впереди вас 12, и на трех противник, да? Вот, по всем азимутам муравей может двигаться. На трех часах, там, на восьми часах, да? Но он выбирает, какой путь? Он нюхает, и где сильнее запах, тот путь выбирает, да? И движется в том направлении. Если он нашел еду, возвращаясь, он оставляет запах. Да, чтобы другие поняли. Точнее, она, да, муравей? И там, и чтобы по этому запаху следующие муравьи выходят и ищут. Но, а если еда заканчивается? Если еда заканчивается, то муравьи туда идут и возвращаются без еды, не оставляя запаха, оказывается. А запах прежних муравьев слабеет со временем. И муравей выискивает такой азимут, где запах самый сильный, да? Там, где еда закончилась, там уже запах слабеет. И, получается, те маршруты, которые уже устарели, на них уже меньше внимания обращают, да? И вот теперь, каким образом муравей находит новые маршруты? Нет, муравей может, оказывается, ошибиться при поиске, при пути и куда-то в другую сторону уйти. И эта ошибка тоже работает на поиск пищи. Ошибка помогает найти новый маршрут. Получается, все эти факторы, если объединить, поведение каждого муравья считается простым, да? Соответствует простым правилам, да? Но в целом поведение группы муравьев, да, рой, уже обладает какими-то алгоритмическими способностями. Люди называют это интеллектом, но на самом деле это, мы дали определение интеллекту, да, и мышлению. Это не мышление, но это какой-то алгоритм, да? То есть за минимальное количество шагов, каждый муравей, соблюдая простые действия, в целом весь муравьиный рой за минимальное количество действий находит источники пищи. Да, да. И математики изучили это и запрограммировали. То есть сейчас математика с программированием рука об руку идет, да? И нашли эффективные способы поиска данных через муравьину. Есть еще оптимизация через, например, это самое последнее, это кукушка. Кукушка, она своих этих не вынашивает, но куда подложить, как она находит? Вот этот поиск изучили математики и еще один метод оптимизации нашли, который эффективно решает задачи, получается, промышленности и так далее, да? То есть математика, она не устарела, она и сейчас тоже обновляется, да? Но почему в математике язык один, а в программировании языков много? Хотя в математике есть свои сферы, вот где с матрицами, там свое, да, где с интегралами, свое. Но это все части одного языка, получается, да? Почему бы программирование не сделали бы так же, как и в математике? Как вы думаете, а? Подсказка на экране. Подсказка на экране. Вы увидите демонстрацию экрана? Отключена, что ли, демонстрация экрана? Так. Так. Почему много языков программирования? А? Ради бизнеса. Ради бизнеса, да. Ну а почему ради бизнеса много языков программирования? Потому что в инфраструктуре. Ну и как можно получить больше денег, если новый язык? Это же опять надо его учить, опять затраты. Наоборот, это может отпугнуть людей. Да. Еще продвигать надо, да? Как это связано? Вот смотрите. Мы видели, какие общественные строи, да? Мы видели социализм. Может, вы не видели, да? Мы видим капитализм, да? У них в основе фундаментальная идея разная, да? В социализме фундаментальная идея такая? Ну типа, все, что вместе? Нет. Фундаментальная идея социализма и коммунизма – это атеизм. А. Из которой все правила жизни они выводят. То есть, как решать каждый вопрос. Так отношения с соседом, отношения с правительством, отношения с полицейским и так далее. Все исходят из этого, да? Это вот отдельная тема. В капитализме основная мысль – это, получается, секуляризм. То есть, отдельно от религиозных правил капитализм. И в итоге стремятся к прибыли любой ценой. Если надо, даже готовы пойти на такие шаги, которые законом не наказываются, да? Но считаются нечестными, да? Понятно, да? И в капитализме те предприниматели, которые уже на рынке присутствуют, они другим предпринимателям закрывают дорогу. Придумываясь. Всеми доступными путями, да. Всеми доступными путями. В зависимости от того, у кого какая возможность. Вот недавно вы слышали, что Facebook заблокировал Австралию. За то, что Австралия хотела получить налог от… Австралию, страну заблокировали они уже в наглую, да? Еще месяц назад вы слышали, да, что Twitter и Facebook заблокировали президента США. Действующего, да? Действующего, да? Вот шутка. Так вот, прикол. И у кого какая степень доступа получается, они блокируют, да? На нашем уровне мы тоже видим. Вот есть компания, продавалку, которая специальные структуры создает и блокирует конкурентов потенциальных, да? Вот. То есть в капитализме существующие участники рынка, они блокируют проникновение на рынок новых участников, да? Да. За исключением одного случая. Какого? Если новый участник приносит новинку на рынок, да? Они, с одной стороны, не могут его заблокировать. Потому что не наехал. Да. С другой стороны, вся их система не против того, чтобы люди вносили новинки. Почему? Да, потому что это просто появляется еще один носитель этой идеологии, да? Вот как есть же в тюрьмах носители воровской идеи, да? Они отличаются от обычных людей, то есть носители пытаются эту идею распространять, да? А в капитализме есть носители идеи от капитализма зарабатывать любым путем, ну, в рамках закона, но честно, нечестно, это уже другой вопрос, да? Так вот. В их кругу просто появится еще один сильный игрок, да? Иначе эта личность стала бы разрушать их систему. Стал бы Че Гевара, да, с тассароником Эрнеста Че Гевара. Видели такого? Такую фотографию видели? Че Гевара. Да, да, да. Да, да, вот его знаменитая вот эта фотография. Капитализм. Да, то есть это те, кто сторонники борьбы с капитализмом, да? А вот если человек способен придумать новинку, да? Это же не простой человек, правильно? Он умный, он еще такой, просто так не отвяжется, да? И такого человека им лучше иметь среди своих сторонников или противников? Сторонников, да? И там они готовы поделиться с ним деньгами. С одной стороны, не могут знать, откуда он зашел. Вот когда Google появился, эти два парня, Ларри Пейдж и Сергей Брин, они вначале придумали свою систему поиска. До этого, до Google мы поиск как делали? Вот, допустим, были сайты, очень много, Yahoo, Astalavista и так далее, да? И приходилось 20 страниц поиска просматривать, прочесывать до тех пор, пока не найдется что-то интересное. Как только появился Google, на первой странице уже все, что надо, сразу находится, да? Потому что они вот такую новинку придумали, считать, сколько ссылок на сайтах есть на искомую страницу, да? И от этого ее рейтинг выше или ниже будет, да? Вроде простая идея. Они кому только не пытались продать, даже за 30 миллионов долларов, да? Никто у них не купил. Потом они запустили сами компанию, сами стали гигантом. До этого гигантом были, например, Microsoft, да? И если бы не новый технологический прием, они не смогли бы обойти Microsoft, да? Вот за счет новинки они обошли. Вот, в итоге... Ну, они придумали новую технологию, да? А языки программирования, это вот, получается, сплошное поле для новинок. Разница между языками программирования старыми и новыми, в принципе, не очень большая. Циклы и там, и здесь, переменные и там, и здесь, да? Ну, вот появляются списки, а в старых языках были массивы. Это вот похоже на список, только размер его один раз задается и больше не меняется. Вот, то есть, язык программирования, это такая сущность, где можно что-то добавить и все целиком представить как что-то новое. Понятно? Вот, допустим, одно время PHP был, доминировал на сайтах, да? Потом Python после Django получил такую возможность. То есть, в программировании, получается, новинку можно сделать и вывести язык этот на новый уровень, его брендить, вытаскивать, да? При этом, получается, каждые 6-7 лет языки теряют актуальность, и программисту каждый раз надо осваивать что-то новое, но в этом новом 70% старого. Но это все каждый раз переписывают, возможно, другим синтаксисом. И есть такой информационный террор в отношении программирования. Поток идет, новинок, новинок, новинок. Вот сейчас вы что-то освоили, через 6-7 лет вам все равно надо будет другое осваивать, да? Вы к этому должны быть готовы. Заранее, я сейчас вас заранее предупреждаю. Вот здесь есть такой анекдот. Слышали, нет? Престарелому программисту требуется няня, говорящая на фортране. Это вот один из старых языков программирования, я на нем программировал. Это анекдот. Чтобы не попасть в такую ситуацию, вы должны быть готовы постоянно изучать новые языки, библиотеки. Вы поняли? Потому что это особенность мира, в котором мы живем, да? Он не самый лучший, но... Айлясу Баракин. Альтернативы всегда есть, да? Но сейчас вот в этом мире особенность такая, да? Альтернативы всегда есть. Так, вопрос есть по этой теме? Ну, все понятно, да? Альтернативы всегда есть.